Вечер добрый! В эфире программа «Крупным планом». Наш герой сегодня не певец и не художник. Стихи тоже не пишет, хотя любит их читать. Он военный, фамилия которого в Приднестровье известна каждому. У нас в гостях Алексей Лебедь, брат генерала Александра Лебедя. Алексей Иванович Лебедь родился 14 апреля 1955 года в Новочеркасске, Ростовская область. Мать Екатерина Григорьевна всю жизнь проработала на городском телеграфе. Отец Иван Андреевич был разнорабочим. Сам Александр Иванович с 1997 по 2009 годы занимал должность председателя правительства республики Хакасия. Был депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Является почетным профессором Российской Академии сельскохозяйственных наук. Действительным членом Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Российской Федерации. Академик. Член Президиума Академии проблем подъема экономики России. Действительный член Международной Академии меценатства. Отец у меня был не строгий. Он был такой, как бы сказать, очень талантливый в том плане, что жизнь его заставила быть талантливым, наверное. Он попал когда в зону, может быть, он до этого и не мог, но в зоне научился там быть сначала с жестянщиком, а потом и стихольщиком, и плотником, и все прочее. Потом война, вот эта вот жизнь такая непростая была. И после войны он где-то уже вот учился там, что не умело пошел, смотрел, как другие люди делают. И он работал 25 лет. Последние 25 лет он работал при школе, как бы, вот он был и кочегаром в этой школе, там было два здания топило. А кочегарка была ручной, угольком нужно было там топить, забросить туда, все дошуровать, там дежурить, чтобы ничего там не прогорало. И потом этот залу, этот шлак этот вытащить надо, вынести, вывести его опять. В общем, там такой процесс был длительный. Кроме того, он работал на всех станках и занимался производственным обучением. Вот, потом еще, значит, там, обслуживал школу, там, стеклил, там, ремонтировал, летом красил крыши, там, и полы, и так далее, в дело, как ремонт, так сказать, знаний школы. Мы тоже там, и брат, и я, мы помогали ему, он тоже вот там. Вот он как бы вот это был, как бы, не завхоз он был, он просто как бы вот, как подсобный рабочий, вот, обслуживал эти все школы. Но он был абсолютно незаменимый человек, так что он умел делать все абсолютно. Я должен сказать честно, Александр Иванович, он научил больше, чем меня. Потому что, Александр Иванович был первый у ребенка, так сказать, а я через пять лет уже как-то на меня уже, может, у него сил уже так не хватило, а может, я был ленивый, не знаю. Интересы у братьев различались. Старший, взвешенный и серьезный, любил бокс. Младший играл в хоккей. Пять лет достаточно большая разница вот в таком, в малом возрасте, в детском. И Александр Иванович, когда там занимался какими-то там другими там делами, там боксом, какими-то там все. А я, вот говоря, футбол играл, там, в хоккей, футбол. Вот. И он как-то больше был такой боксом, а я бы занимался борьбой самбо. И поэтому мы как-то были других там этих вот. Не все было одинаково совершенно. Но в этом никакой необходимости не было. Вот поэтому мы не состязались как-то. Ну, он из старшего училища, он на 3 года раньше меня закончил. А потом уже по военной линии оторвался на бесконечное количество, так сказать, времени там. Дослужился до командующего армии. Это очень такое, ну, в любой стране это очень почетная, конечно же, почетная должность такая. Причем он ее город донес на себе и оставил себе хорошую память. Это не каждому удается. Оба брата окончили Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Оба затем учились в военной академии имени Фрунзе. Оба стали военными. В свое время, значит, в 92-м году я был командиром 300-го полка, который дислоцировался в городе Кишиневе. И так-то уж получилось, что Александр Иванович, вот мой родной и единственный брат, он был командующим армии на одном берегу Днестра. Я на другом был командиром полка. Все это было в время. Это было, создавало, так сказать, постоянные информационные поводы для обсуждения. Ну, и не только, и постоянная возможность для, так сказать, непосредственного участия, в том числе, в судьбе жителей Приднестровья. События 1992 года черной страницей легли в историю Приднестровья. Погибли сотни людей, тысячи стали беженцами. Было как-то бесконечно обидно так просто за то, что людей убивают, и никто ничего не хочет им помочь. И тогда, конечно же, прежде всего, офицеры, вот в полку, которые были, значит, выход из Приднестровья просто, да, таких было офицеров, наверное, человек девять. Они пришли, добровольцы попросили отправить их в отпуск бессрочный. Я их отпустил, потому что, ну, как я могу они отпустить? Они буквально воевали, может вообще сказать, наверное, кто там был, там, Александр Иванович рядом, кто был в окопах. Остановить кровопролитие удалось благодаря поддержке российской армии, 14-й, командующим которой был генерал-лейтенант Лебедь. Он был для солдат авторитетом, батей, как многие его называли. Александра Лебедя не стало в 2002 году. В память о талантливом военном, личности, ставшей для Приднестровья культовой в Бендерах в 2012 году, установили памятник. Мне приятно, конечно, что, ну, что Александр Иванович, конечно, там, сыграл эту решающую роль, конечно, это очень приятно. И приятно было еще тогда, когда, вот мы были два года назад, были в Приднестровье, я был в частности, вот когда открывали бюст Александра Ивановича в Бендерах, и когда вот он был награжден, дал высшие награды Приднестровской Молдавской Республики, значит, ордену Суворову первой степени. И тогда городсовет Бендер опять принял решение о том, чтобы его сделать почетным гражданином города Бендер. Ну, все это свалилось, так сказать, мне, как брату, так сказать, вот, как наследнию, вот, на плечи. Ну, я быстренько как бы сообразил и передал это в дар вот городу Бендер, чтобы хранилось в музее, чтобы это было достоянием людей. Он никогда не настаивал на том, что вот он, я там, сказал, типа, мол, слушай меня сюда, там, да, я старший, там. Он пытался всегда обосновать, он любил обосновывать, как бы, он любил играть в шахматы. Я вот как-то шахматы играю, но не очень так-то любил, а он любил прям профессионально играть в шахматы, прям, даже с Каспаровым играл в шахматы, он ничью сыграл, даже с какими-то людьми, он со всеми задирался и играл в шахматы. И буквально каждую неделю он играл в шахматы, он любил, а я, как-то, так не очень играл. В карты, как-то, по-моему, играл, а в шахматы чуть-то не очень. Вот, и он любил обосновывать Александр Иванович, что, там, с одной стороны, с другой стороны, так сказать, в конце все, как-то, такие, как сказать, более обоснованные. Не хватает? Немножко не хватает, конечно. Потому что это, получается, что, как-то в один год. Я Александр Иванович умер, конечно, в 2002 году погиб, а потом вот эти два года у меня умерла мать, а через, более, через месяц умерла жена, что-то как-то все поумирали, и что-то так вот, ну, немножко кого-то не хватает. Портрет старшего брата он хранит бережно, как и книгу своей супруги. Она все уговаривала его самого написать, а он отказывался, говорил, не время. Я в этом прям думал, конечно, у меня много есть чего сказать, может быть. Но мне как-то все останавливается все-таки то, что она будет не совсем искренняя книга, как бы. Мне не хочется писать серьезную книгу такую, чтобы она была такая серьезная. Я много читал серьезных книг, там, губернаторов таких, вот, как, там, Омской области, там, Кузбасса, там, других. Это такая скукотища вообще-то. Всегда они были все правильно делали, прямо с детства, с рождения. Они вот до сих пор, они все, ничего там, не переходили на красный свет улицу. Все, я так читаю, такая вот эта скукотинь. Просто все, видно, повычищали настолько, что уже остались такие... Вот, я как бы сам по себе человек такой бунтарь вообще по натуре это стоит. Рассказать о судьбе военного решила Елизавета Владимировна. О том, как познакомилась с курсантом Рязанского военного училища, как переезжали по долгу службы с места на место, как провожала мужа в Афганистан и молилась, чтоб вернулся. Она давно задумывала это, и она написала книгу таким образом. То есть у меня была руководитель пресс-службы, Лена, и она тоже говорила, она меня подбивала все, потом жену уговорила. И они с женой занимались примерно год, каждый раз в неделю они собирались. И жена наговаривала на монитофон, наговаривала свои воспоминания. А вот при службе, в лице моей, при секретаре моей, обрабатывала потом это все, корректировала и, соответственно, искали фотографии там все что-то. И получилась в итоге книга даже очень такая интересная, такая уникальная, записки жены офицера. То есть по воспоминаниям моей супруги? Да, по воспоминаниям моей супруги. Как она была женой лейтенанта, как бы она была заслужена до жены полковника. Вот в итоге. Есть любимые эпизоды в книге? И даже она вот здесь взяла и применила, здесь в этой книге есть стихи моей матери. Моя мать написала стихи, причем один раз такие, вот про свою родину. Малая родина моя, люблю твои рязанские просторы, поля, леса, луга и горы, и чебизовка не одна. Это мать, она все время любила рассказывать, я к ней приезжаю, я говорю, давай расскажи свои стихи, она всегда их рассказывала, она была слепая 20 лет в последней жизни, она вот все это сочинила, у нее была уникальная память, она все это на память задумывала. Не записывала? Да, но она ничего не видела, поэтому все держала в голове, и она держала в голове всю историю семьи нашей вообще, сколько-то колен там, кто кем был там 200 лет назад, она только зародилась, до каждого ребенка она знала, только зародилась, никогда не ошибалась. Теперь Алексей Иванович сам носитель истории семьи. У него есть сын, дочь, внуки и даже правнук. Я всех их учитываю там, не когда что. Так вот получилось, что по материнской линии докопались до 1576 года, какого-то там докопались, а по отцовской до 1700 какого-то года. И оказалось, что по отцовской линии был такой полк сумской, казачий полк, город Сумы на Украине, примерно 100 километров от города Харькова, в этом Сумская область. И вот отец у меня был в выходе километров 40, а от Сум жил там в деревне Терны, или селе Терны, там же церковь была. И там был сумской казачий полк, где проходил переподготовку мой дед, мой прадед, а мой прадед вообще был полный мой тезка, Алексей Иванович Лебедь, он был под Есаул. И он погиб в августе 1917 года под крепостью Карс, которая сейчас в Турции, Карс, а раньше она была в составе Российской Федерации. И он погиб под этой крепостью, и мне донесли, вот нашли выписку из этих журнала боевых действий, где он погиб, Лебедь Алексей Иванович. И у него жена была Елизавета, как у меня, вот, на удивление вообще. Говорить в прошедшем времени о любимой женщине ему до сих пор сложно. Вспоминает, как читал ей стихи. Она любила. Я три дня и три ночи искал вашу мед, Ветер с сей рассыпал каменной грудой, Слава ему, пусть он даже не Петр, чернь его любит, Забуйсь твою удаль. Я три дня и три ночи блуждал по тропам, В салонце рыл глазами удачу, Ветер в волосы мои, как солому, Трепал и цепами дождей обмолачивал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова